Всем привет! Меня зовут Женя, с вами Вкусный ТВ. Сегодня будем готовить вот такой потрясающий катмер, который готовят турецкие женщины. Сверху он очень хрустящий, внутри он такой, честно, немножко потверже. Вот смотрите, какая красота! Вот он такой слоеный, слоеный, прям супер слоеный. Обалдеть! Не могу захлебывать слюной, вкуснотень какая! Потрясающе! В общем, вот такую штуку будем готовить. Так что, ребятки, кому интересно, как же приготовить катмер, пожалуйста, присоединяйтесь, будем готовить вместе. Так, здесь у нас полкилограмма муки, одна чайная ложка соли и постепенно добавляем холодную воду. И вот так с помощью рук замешиваем потихоньку-потихоньку тесто. В общем, смотрите, сколько вам воды нужно, постепенно добавляя ее и вот так вымешивая все тесто, чтобы оно было однородным, мягким и не липло к рукам. Получится, я обожаю катмер, я просто умираю. Сейчас мы сидели просто на балконе, в общем, пили чай и настолько захотелось вот этого катмера, что я просто умираю. И мама быстренько-быстренько решила это дело сделать. Ну и я, соответственно, быстренько-быстренько решила схватить камеру и снять вам это. Потому что готовится очень просто, ну такое вкусное, ну такое просто не оторвать за уши. Обожаю! Замесили тесто, ну обычное тесто, то есть оно не липнет к рукам, и видится такое. И поделили на несколько частей. У нас это, как видите, 5 частей, как обычно. Вот так вот просто делаем из них колобочки и кладем отдыхать. На некоторое время. Ой, мой пальчик. Здесь у нас разбавлен тахин, немножко оливкового, либо подсолнечного масла, чтобы оно было такое, знаете, как водичка, жидкое. Потому что тахин сам по себе он густой. Поэтому потихоньку-потихоньку добавляйте масло, чтобы он стал жидким. Берем лепешку, сыпем на нее муку и вот так раскатываем его такой достаточно до тонкой, тонкой-тонкой лепешечки. Ну не такой, конечно, как на пахлоу, но как на макароны. Это у нас здесь везде испачкан этот тахин уже. Можно не жалеть. И вот так заворачиваем в такой рулетик. И вот так, видите, с двух сторон заворачиваем друг к дружке. Потом одна на одну оксус. И так, сейчас вот делаем опять. Лучше вот такие вот лепешечки, которые мы сделали, такие эти колбаски, да, где-то около часа подержать в холодильнике, чтобы они отдохнули. Так, простите, камера не фокусируется периодически. Вот так раскатываем до такого размера, размера сковородки, толщиной где-то, не знаю, пару миллиметров. Сейчас попробую вам, конечно, показать толщину, но не факт, что вы ее поймете. Ну, в общем, вот такая лепеха. И сейчас на разогретую кладем ее в сковородку, на очень разогретую сковородку. И потом будем периодически смазывать маслом оливковым, либо подсолнечным, который у вас есть. Вот, ну, надеюсь, вы поняли, как заворачиваются вот эти штучки. То есть сразу делаете блин вот такой, потом на него кладете начинку, заворачиваете трубочкой в такой рулетик. И этот рулетик, делайте из него колбаску. В общем, я думаю, вы поняли. Вы понимаете, вы посмотрите еще раз, если не поняли. Вот так сейчас положили, поклали или положили в общем в сковородку. И будем обжаривать с двух сторон, периодически меняя с одной стороны на другую, потом снова вот таким образом. И вот смотрите, какая красоте не получается. Постелите какую-нибудь газетку, либо, в общем, что-нибудь, где будете класть наш коттнер, потому что он немножко жирненький, чтобы это масло впитывалось. Вот сейчас меняем. С одной стороны и смазываем вот так аккуратно, немножко кисточкой. Видите, совсем слегка вот так прошлись-прошлись по всей лепешке. И дальше обжариваем. Сразу же, буквально через минутку, с другой стороны и уже эту сторону. В общем, две стороны надо обмазать маслом, но только в том случае, когда она уже подрумянилась. То есть сырое тесто мы не обмазываем маслом, а именно когда она уже подрумянилась, переворачиваем, обмазали. И с другой стороны тоже переворачиваем, обмазали вот таким образом. То есть именно поджаренное тесто. Снова. Вы помните, что обмазываем маслом только поджаренную сторону и только один раз. Все. А потом просто периодически переворачивайте до той кондиции, которая вам понравится. То есть когда уже такой подрумянил будет совсем, тогда можете снимать. Ух ты! Вот типа вот до такого вот. Видите, оно же со всех сторон такое прям красивенькое-красивенькое. Вот мы его снимаем. Видите, оно какое? Ммм, сказка. Это просто сказка. Серьезно. В общем, надеюсь, что этот рецепт, вот оно здесь хрустящее, вот это верхний слой. А внутри оно такое более, ну, то есть не такое хрустящее, но просто супер вкусно. На завтрак с сыром, с медом, к чаю. В общем, да. Готовьте. Надеюсь, что этот рецепт вам понравился. Если это так, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Ставьте пальцы вверх. Ну, и готовьте. И я вам от всего сердца желаю. Будьте счастливы. Пока-пока.